Мы не успели! Мы опоздали вовремя поздравить Тирасполь с днём его рождения! Да, наш эфирный день четверг, но мы хотим эту программу посвятить городу Тирасполь. В последнее время с открытием Екатеринского парка о нашем городе, о его истории узнали больше к этой теме. Сегодня мы больше не вернёмся, а расскажем о Тирасполе моего детства, о троллейбусной истории в городе Тирасполе, о каких-то архитектурных фишках. Да, мы уделим внимание не самым туристическим маршрутам, а тем локациям, которые зачастую даже местные жители не обращают на них внимания. И вот мы там прогуляемся и этому посвятим сегодняшний выпуск. Начинаем! Давай! Город спешит навстречу новому дню к услугам пассажиров, такси, маршрутки и троллейбусы. На них, кстати, приходится 9 миллионов пассажиров в год. И это, как правило, пенсионеры, школьники и студенты. Это сегодня по городу курсирует 25 троллейбусов по 8 маршрутам. Каждый из них до пандемии обслуживал больше тысячи человек на популярных направлениях. Вот такой низкопольный, экономичный, почти бесшумный троллейбус на улицах города явление заурядное. Но 50 лет назад троллейбусное сообщение к городу по советским нормативам не полагалось вовсе. Чтобы при Союзе получить троллейбусы, население города должно было составлять 200 тысяч человек, а то и 300. Наш Тирасполь с населением в 180 тысяч не дотягивал. И вот тогда было решено в административный центр города включить Суклею, Ближний Хутор и Днестровск. В 1967 году проект завершили и в Тирасполе открыли троллейбусное сообщение. Первый маршрут пролегал от совхоза имени Фронза до железнодорожного вокзала. А это самый первый электротранспорт, который стал курсировать по городу Тирасполь в ноябре 1967 года. От современных моделей троллейбусов Зиу-5 отличался тем, что у него было только две двери, довольно узкий проход между сидениями. Посадочных мест было 35, но номинально 90. То есть плотность троллейбуса могла составить 90 человек. Такого артефакта в столичном депо уже не встретить, разве что на фото. Точно такие, кстати, курсировали не только по городам Советского Союза, но и за рубежом, к примеру, в Колумбии и Венгрии. На смену троллейбусной модели Зиу-5 пришли вот такие, Зиу-9. Многим экземплярам уже больше 30 лет, но они все еще на ходу. А вот и раритетные гармошки. Думаю, многие тираспольчане и гости города помнят эти неповоротливые гусеницы. В ту пору наряду с автобусами троллейбусы были единственным общественным транспортом. Машины вместительные на 150 человек. Рулил агрегатом только водитель первого класса и с опытом. Списали гармошки не только из-за неисправности, но и большого расхода электроэнергии. Да и габариты такого троллейбуса сложно вписывались в общий поток авто. Сегодня троллейбусы бесперебойно и недорого возят во все уголки города. Старую гвардию разбавили новые четвертого поколения. Ездить стало комфортнее. Когда никуда не спешу, сама часто езжу на троллейбусе, уткнувшись в окно, в котором мелькают уютные улицы нашего города. В начале программы мы с Катей договорились о том, что каждый приведет свою экскурсию по городу. Но так как я не коренной житель Тирасполя, то я встретился с человеком, который в свое время посвятил серию «Открыто» к этому городу. И плюс он еще, как в качестве гида, водит экскурсии. И вот с ним мы пройдемся по Тирасполю по тем местам, которые часто туристы не замечают. Да и, в принципе, жители города часто не замечают. Приготовьтесь, это будет необычная экскурсия. Многие вещи меняются, и мы едва ли вспомним, какими они были совсем недавно. Как меняется город. И каким его делаем мы. Например, это машина времени. Это, как было. И это. А это, как стало. Вещи, которые мы не замечаем, все эти детали вокруг, это невидимки. Если они исчезнут, то ничего даже не щелкнет. Здесь что-то было, здесь что-то нарисовано. Мозаики, лепнина, все эти узоры. Все это вокруг нас. Зависит только от того, куда смотреть. Мозаика с Амстердамом и Лос-Анджелесом. Это тоже есть в Тирасполе. На самом деле красота только в глазах смотрящего. И таким Тирасполе видел Арсений Котов. Панельки, они не такие уж безликие. И советские мозаики, они там, наверху. В Тирасполских дворах можно найти не только образцы советской архитектуры, но и необычные растения. Вот это, например, дерево Унаби. Мир во всем мире. Па, французский. Фриден, немецкий. Мир, русский. И беке, венгерский. Возможно, такой эпик скоро мы сможем увидеть только в фильмах. Но мне хотелось бы верить, что в этой дуэли между прошлым и настоящим найдется место обоим. Оба выживут. И новый парк с фонтанами и цветами. И советские мозаики из графита, памятники. И в нашем городе всему найдется место. Тирасполь, город архитектурных контрастов. Хоть и тяготеет к фундаментальной классике. Здесь, на одной улице, можно встретить и современный хай-тек, и брежневский минимализм, и хрущевский рационализм, и сталинский глобализм. Например, в этом жилом доме у драмтеатра, там, кажется, всю жизнь была и есть аптека номер 9, ярко выражен ранний сталинизм с преобладающим стилем арт-деко. При сталинской архитектуре были высокие потолки, и там же самое было и жилое пространство очень большое. Какая высота? Вы знаете? Ну, 3,20. 3,20 высота? И площадь квартир, наверное, побольше, чем сейчас. Большая. Допустим, если брать по Москве, там есть и 4-4,5 метра. Виталий Анатольевич, не успели мы пройти два дома сталинской эпохи, как подошли к зданию хрущевской. Да. Чем отличаются они? На этом же доме уже более упрощенная форма балконов. Это первое. Они уже не такие высокие, эти квартиры? И даже мы можем увидеть, что здесь четырехэтажное здание намного выше, чем вот эта трехэтажка была. Да, зодчих в эпоху Хрущева обвиняли в украшательстве, растратах и гигантомании. И все эти излишества, к счастью, успели воплотиться в столичном доме советов. Судя по тому, насколько монументально выглядит это здание, это тоже архитектура сталинского периода. Да. Какой год? Это значит, здание было построено в 1953 году. То есть еще успели при Сталине? Ну, конечно, да, начали еще при Сталине устроить. Включает это сразу, что это государственное здание. То есть здесь идут у нас мощные колоннады. Затем определялось, вот как вы видите, у нас сандрики над дверями, которые олицетворяют флаги. То есть это уже госопределенный атрибут. Наверху уменьшаются углы со звездами, сами гербы со звездами. То есть сразу видим, что данное здание именно относится к какому-то сословию, так скажем, государственной власти. А это еще одно примечательное здание постройки начала 30-х годов прошлого века. Подобные башни можно увидеть только на двух зданиях в городе. И назначение таких смотровых площадок вполне практичное. Это та же самая атрибут именно украшения зданий, как ротонда. Но его использовали еще как пожарную колончу. То есть отсюда был просмотр, хороший просмотр практически всей центральной части города. Наверху устанавливался колокол, если, допустим, замечали какое-то возгорание, то могли сигнализировать. Ну и, конечно, наше все – брежневки. В начале 70-х стремительно выросли. О недостатках типовых домов новоселы узнают позже. Да и архитектурная эстетика здесь потерялась вовсе. Поживем-увидим – только так узнаем, каким будет будущий облик любимого города. Я тоже решил прогуляться по парку. Ну, правда, сейчас самое подходящее для этого время – мы в парке Кирова. В этом месте атмосфера особенная. Она отличается от других преднестровских парков. Думаю, если вам доводилось здесь бывать, вы меня поймете. Если говорить об истории этого места, то раньше тут находилось кладбище. И действовало оно вплоть до 1929 года. Что интересно, было разделение на секторы. Отдельно друг от друга – прихожане Никольского собора, старообрядцы и военнослужащие императорской армии. Был и еврейский участок. В свое время кладбище находилось в стороне от Тирасполя. Мимо, разве что проходила дорога к железнодорожной станции. Но спустя время Тирасполь разрастался, и тогда стало понятно, что по ГОСТу не место рядом с жилыми домами. И тут решили разбить парк. В то время по соседству уже был завод Кирова, поэтому над названием будущего парка долго не думали. В 2003 году тут заложили храм Сретения Господня. Это часть Веденского Пахомиево-Женского монастыря. Спустя 10 лет сюда приехал патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви освятил кресты, которые установлены на куполе монастырского собора. Если хотите полюбоваться старым Тирасполем, вам сюда, по периметру парка, жилые дома, которым немало лет. Но по соседству ребятишки продают всякую мелочь и книги, чтобы подкопить денег на телефон. Как вас зовут? Меня Ангелина. Меня Соня. Вы живете в этом доме? Она в том, а я в этом. Это старинное здание? Что знаете про него? Да. Я знаю, что его раньше войны построили. Здесь рядом парк, то есть можно ходить гулять. Да, там построили новую площадку, очень интересно. И тут у нас тоже построили площадку, можно везде походить, погулять, покататься, с собаками поиграть. По большому счету парк Кирова никогда не был номером один. Даже в советские годы тут не проводили массовые мероприятия. Постепенно он стал приходить в запустение, но некоторое время назад за него взялись, и сейчас он сильно преобразился. За последний год тут все преобразилось. Появились детская и спортивная площадки, а по аллеям стало гулять куда комфортнее. Нет, ну детская площадка, конечно, мое почтение. Тут и светофор, и качели самые разные. То есть сюда можно переходить всей семьей. К примеру, папа идет на турники, мама отдыхает на качели, а ребенок здесь учит правила дорожного движения. Продуктивно и интересно. Очевидно, что современное детство для маленьких терраспольчан будет проходить в Екатерининском парке. Мое же проходило в столичном парке Победа. В отличие от своих сверстников, которые приходили сюда по праздникам или выходным, я проводила тут довольно много времени, поскольку жила рядом. Ну а это место легенда в парке. Я думаю, многие помнят, что здесь проходили самые шумные дискотеки в городе. Меня угу на них не пускали, говорили еще слишком мало. А вот аттракционы, пожалуйста. Самый незабываемый первый и одновременно последний раз. Я каталась на сюрпризе. Он на ходу и сегодня. Это такая центрифуга, которая раскручивает тебя до потери сознания. Удовольствие от такого аттракциона в тот самый первый и единственный раз я так и не получила. Видимо, мой вестибулярный аппарат не готов к такому экстриму. Так, Катя, а прокатиться? Нет. Ну давай. Нет. Ну ради кадра сделай сюрприз. Нет! Вот это адская машина. Нет. Я не повторю этот подвиг. А вот колесо обозрения – другое дело. Панорама на Тирасполь с высоты птичьего полета открывается волшебная. Особенно виды с него хороши осенью. А давайте прокатимся. Хочется сказать, что недостает еще, конечно, багрянца, желтизны. Я думаю, через недельку-другую это будет очень красиво. Особенно красиво. Парк, конечно, пустеет. Уступает свою популярность центральному. Но я люблю его за массивные дубы, за щедрые листопады и мороженое со вкусом детства. Ну что, наша программа подошла к концу. И мы скромно надеемся, что вы занимательно провели время вместе с нами. Это был Тирасполь. Ну а увидимся мы с вами в следующий четверг. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»